я приветствую вас друзья сегодня мы с вами прокатимся в центральный детский парк бывший парк имени горького который расположен в центре минска и посмотрим там на мастер-класс нашего хорошего друга и товарища фотографа даниила анохина который расскажет про 101 способ построение схемы света для портретной фотосъемки в том числе и на пленере то есть на улице поехали посмотрим честно говоря ничего совсем жирного от этого мероприятия не ожидаю потому что погода на выходных выдалась очень хорошая в минске и ну люди скорее всего просто уехали из города на природу наслаждаться последними и почти единственными летними деньками как-то так нужно отметить друзья мои что мы припарковались без нарушений правил дорожного движения чтобы наша душенька было спокойно да и в целом чтобы быть перед обществом есть время прогуляться посмотреть потому что парканулись мы конечно далековато я практикующий фотограф уже снимаю лет десять я много снимал репортаж в последнее время последние пять лет я увлекся студийной съемкой и частности таким аспектом как съемка на улице я больше работаю с мобильными источниками света я предлагаю занятия ну даже не занятия просто я вам расскажу больше по практике и покажу просто кому действительно интересно кто-то может быть интересовался студийной фотографии кто-то интересуется выносными вспышками кто-то съемками какими-то портретов я думаю вам будет интересно посмотреть на действующем примере моем как я работаю и какой при этом используется вангами как мы его используем я хочу предложить вам немножко всем развернуться сейчас в ту сторону потому что мы сразу будем там и снимать нет пока не надо я сейчас вкратце расскажу вы можете сразу спрашивать вопросы можете даже подходить смотреть что вас интересует вот и потом мы начнем снимать от простых схемы более сложные я покажу все схемы которые студийные фотографы используют в студии и как их можно адаптировать к съемке на улице со внешними вспышками ну у нас тут простая история с чего все начинается у фотографов они покупают какой-то фотоаппарат и начинают снимать грубо говоря тем фотоаппаратом который у них первый появился обычно обычно у начинающего фотографа либо уже даже может быть который человек который будет поснимал у него есть просто камера и объектив какой какой бы то ни было и когда человек начинает заниматься фотографией ему это становится интересно он сталкивается с таким аспектом как свет то есть то что он видит глазом немного отличается от того что у него получается на снимках то что захватывает камеры и тогда появляется такой термин у людей хороший свет удачный свет где-то неудачный свет люди начинают подбирать свои съемки планировать организовать их таким образом чтобы поймать тот самый удачный свет куда-то выбираться на закате где-то снимать помещениях возле окон поворачивать модель так чтобы на ее лицо падал свет красиво чтобы почернуть какие-то черты и в целом чтобы снимок производил приятное впечатление какое-то эффектное что-то на нем выделялось и людям приходится снимать просто используя лишь тот свет который им доступен они никак не влияют на ситуацию со временем многим начинается его становится интересно а если мы допустим добавим вспышку какую-то то есть начинает не хватать им хочется снимать в темных помещениях кому-то начинается хочется снимать художественное фото и все идет к тому что нужно использовать внешне какие-то источники света чтобы создать тот рисунок тот свет который человеку интересен что он хочет достичь и в этот момент как бы человек начинает задумываться простой в данном случае это не автоматическая ручная вспышка это связано с тем что я по своей специфике я работаю с ручными вспышками автоматически родные не используют уже давно люди покупают вспышку начинают снимать с ней начинать ставить первые опыты то есть сразу начинают снимать как табло потом они видят что может быть это немного жестковато не так красиво они вспышку вертеть в разные стороны и здесь уже начинается самое интересное то есть люди начинают создавать тот свет который они хотели бы они добиваются определенного отражения отбивают среда потолка от стен и получают первые впечатления они видят картинку на экране камеры не такую как видят их глаз в жизни какой-то другой удивительный больше похожи на картины на какие-то портреты на снимки других фотографов и это вот очень интересно многих людей это цепляет они увлекаются и начинают снимать больше в студию кому-то сложно понять как это работает они предпочитают не использовать крышки не работать со светосильными объективами тщательно подбирать условия вот не интересно кому действительно кто сталкивался с таким моментом когда начинал снимать со вспышками с какими-то сложностями а вот ну кого-то волновалось и кому это интересно да ну достаточно много да а кто самостоятельно начал во всем разбираться и серьезно занялся студийной фотографии ну кто-то хочет еще к этому прийти да если для меня это оказалось очень интересная тема после того как я 6 лет практически не снимал в студии после первых опытов когда я увидел результат мне понравилось можно создавать что-то необычное меня это очень сильно увлекло и дальше по сути дальше два варианта появляется либо начинаем снимать ездим арендуем в студию там забираем команду визажистов там приглашаем туда друзей моделей красивых снимаем с тем светом который есть в студии либо пытаемся сами что-то использовать кто-то покупает вот самое простое часто с чего начинается у людей они покупают вот такие вот светоотражатели они недорогие стоят порядка 15 долларов я думаю вы часто видели в парке на съемках каких-нибудь свадеб там девушек фотографируют люди приходят используют этот отражатель потому что перенаправить солнечный свет так как им нужно посвятить темную сторону модели сознать как бы равномерное освещение это самое простое потом идет вспышка но вспышки есть ограничения когда она привязана камере вы конечно не можете не можете вспышку направить немножко со стороны стоит который смотрит камера не можете создать на человеке тени а тени этого очень важно то есть именно цвета теневой рисунок он и создает весь объем на лицах у людей на их создает портреты поэтому где-то лет пять-шесть назад производители пошли по пути они стали подключать вспышки через различные синхронизаторы сначала эти были провода и люди хотели в руке сбоку как-то светили потом появились с радио различные синхронизаторы системы вот здесь простая система радиосинхронизации она недорогая сам этот передатчик стоит около 50 долларов он позволяет управлять частью вспышками можно регулировать с них мощность каждый даже не подходя и инициировать чтобы они срабатывали на расстоянии метров 30 от камеры то есть вы уже получаете творческую свободу вы получаете возможность направлять свет оттуда и так как вы хотите на модели регулировать ее мощность и относительно простым способом то есть вам не надо ехать студию вас уже есть вспышка синхронизатор вы уже можете что-то снимать однако на этом пути уже возникают первые трудности в этот момент когда у вас появилась первая вспышка вот вы приобрели синхронизатор у вас начинаются проблемы вы понимаете что тот свет который вспышка дает у нее очень маленький излучатель вот этот рассеиватель он хочет рассеивает цвет маленькой лампы но все равно свет довольно жесткий знаете как в комнате лампочку включите от нее везде лягут конкретные четкие тени если вы пытаетесь этой вспышки начинать работать просит кого-то подержать ставите на стойку просто самой одной вспышкой вы сталкиваетесь с тем что если направить ее на человека жестко получается не всем нравится то есть да и сложно понять там сразу такие тени возникают что и нос и глаза все это сразу все неровности лица видны и свет такой становится жесткий и опасный не очень и он и он не очень хорошо выглядит вы сразу видите что кадр которого сделали он освещен искусственно и это бросается в глаза вызывает какой-то когнитивный диссонанс красоты мало когда вы просто одной вспышки снимаете и вот здесь уже начинается самое интересное уже начинается можно сказать люди на фотографии то есть чтобы вам смягчить цвет что-то разделить равномерность создать мягкие у девушек у людей например не были под глазами вмятины темные вы понимаете что вспышка это не все то есть здесь надо еще работать какими-то источниками чтобы россии я думала вы знаете если помните даже штуру закрыть вот солнечный день просто обычную белую штуру в комнате сразу становится мягкий приятный свет а думаю многие из вас этим пользовались когда снимали дома своих близких там друзей детей кого угодно самый простой способ сделать в доме красивый снимок это подойти к окну как-то расположить человека чтобы на него не прямой свет светила сбоку и использовать вот шторы просто распределить вся штора по сути превращается в один источник света ровный как небо пасхурное и вот что-то такое делают светоформирующие насадки вот здесь у меня самая простая это обычный сутбокс как называемый он небольших размеров но однако даже вот эта маленькая вещь уже позволяет снимать хорошо портрет при помощи ее ее рассеивание уже достаточно чтобы крупный человек сфотографировать и снимок имел и художественную ценность выглядел прилично и не только человека можно сфотографировать и предметы какие-то объекты это самая простая и важная вещь и наверно в арсенале фотографа особенно начинающего и вот такие вот софтбоксы они появились в студиях но последние пять лет их стали адаптировать к использованию со внешними вспышками чтобы люди которые снимают не в студии а на улице были не привязаны к розетке не были привязаны к дорогостоящему оборудованию к аренду времени ко множеству факторов чтобы они могли использовать свои вспышки таких устройствах и таким образом уже могли как-то снимать здесь у меня софтбокс фирмы работа это довольно качественно считается оборудование он изначально не предназначен для съемки на улице потому что он довольно дорогой и в нем есть определенный запас прочности какие-то функции которые используют только в студии но компания переходники для того чтобы можно было устанавливать обычные накамерные вспышки во всю линейку их освещения я начинал не с такого оборудования я пошел в обычный магазин мир фото мир фото вы знаете торговый центр бюргер наверное многие там закупались да что-то покупали вот я там купил просто китайское все это и обошлось очень дешево я за 300 долларов купил огромный октабокс маленький софтбокс журавль там еще столько вот то есть инвестиции ну конечно потребуется но они небольшие начинающих со временем уже поскольку я много снимаю не приходится снимать очень много я уже перешел на более дорогие вещи чтобы ну они выдерживали те нагрузки повседневно вот уже базовый такой комплект вы можете приобрести эту мою вспышку долларов 60 софтбокс я думаю долларов 50 и переходник у него 20 долларов синхронизатор 50 вы уже можете снимать вот сейчас я покажу как это работает давать уже в практике если какие-то вопросы есть вы можете сейчас прям сразу по ходу спрашивать программы как бы четки я вам буду рассказывать с нуля до самого сложного мы сейчас здесь прям полноценную съемку какие-то вопросы сразу поднимайте руку спрашивается хорошо девушка от мухи от макет этого спрашивает я сейчас рассказал я сейчас покажу как это вообще здравствуй как раз это катя значит катя нам попозирует немного хоть просто становитесь все улыбайтесь сейчас я сейчас расскажу все улыбайтесь развалилась кое-что а потом значит вот это обычная вспышка называется юнгло 560 x3 она наверно самая популярная не автоматическая вспышка наверно сейчас в мире не везде обычно вспышка 4 батарейки вы можете ставить ее на камеру на canon nikon на sony не помню точно там становится ли она вот и в ручном режиме регулировать мощность кроме ручного режима у нее есть еще режим синхронизации по радио прямо в ней строй передатчик который работает не по свету не по глюклу это радиосигнал он работает на 30 метров и при помощи вот этого контроллера она поджигает причем отсюда я могу прямо ее мощность сигналить это очень удобно это пока что на мой взгляд это очень удобно и на сколько все важно начинающим потоком он поджигает не это не а а когда вы и знаете по у вас Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Система, технология работает плохо, когда, например, светло И она совсем не работает, если нет прямой видео В студии это может быть еще востребовано А так, например, если бы с вышку за угол поставить куда-то Или за объект подсветить, то она может не сработать Тем более на большом расстоянии она, скорее всего, тоже не сработает Так, ну вот, собственно, здесь кнопки Я сейчас просто активирую этот режим работы с передатчиком На передатчике просто включу канал, который отвечает за эту вспышку Все, у меня здесь мощность выставляется Вот, если интересно кому-то, можете посмотреть Шкалы идут Три вспышки И там, если пролистать, еще три тоже Ну, все очень просто Я плюс-минус сжимаю, сразу информация сюда передается Делаю тест, все работает А синфронизатор тоже Yungno? Да, тоже Yungno 3560 Он работает с этими моделями И, по-моему, еще с четвертыми и с какими-то Я вот покупал, потому что, ну, очень удобно Когда ты используешь три вспышки, например Ты все видишь Здесь у меня даже вот подписано С, А, Б На всех приборах цифры я сразу знаю Как мы видим Вот, ну, значит, я рассказал пока по технической части Сейчас давайте посмотрим, как все это работает И для чего так заморачиваться Сейчас я просто перейду Значит, смотрите Когда вы снимаете в студии Обычно весь свет либо в комнате Это то, что у вас есть в комнате Здесь мы на улице И сегодня я просто покажу В чем преимущество Вот именно той мобильности Творческой свободы, которую дают все эти технологии Вам не нужна розетка Вы можете выходить на улицу В парк, в лес, в горы, куда угодно То есть везде, где можно погрузить в машину Привезти и устроить прямо съемочную площадку На улице Это нужно для того, чтобы на фото Передать не только, как бы, ну, человека Но и пейзаж Писать и использовать весь естественный дневной свет Тоже как источник света заполняющий Потому что вообще Многие вот красивые фотографии, фэшн, журналы То, что мы смотрим Картины знаменитых живописцев Везде Редко, когда используется Вот, что просто портрет И на него падает свет и полностью черный фон Всегда есть какой-то фон Он несет тоже смысловую нагрузку Там и композиция И реализм То есть ты смотришь на картину, на фотографию Ты понимаешь, что это реальная жизнь И реальные условия И это всегда гораздо интереснее Чем просто человек, поставленный на сером фоне Ну, зачастую Вот, поэтому Здесь нам свет позволяет добавлять К тому освещению, которое у нас Не подстраиваться под него А использовать его То есть свои выгоды Вот сейчас я просто Самая простая вещь сделаю Я просто спереди подсвечу нашу модель Чтобы выделить ее на фоне То есть если, допустим Мы снимки сейчас посмотрим Вот если я просто сниму Не освещая ее То девушка будет Чуть-чуть у нас У нее здесь лицо В тени находится И вот это все темная зона Она не очень выделяется То есть мы видим заднюю Всю красоту парка Всю эту зелень классную Но лицо в тени Нам не нравится Мы не видим Вот Слишком, даже простая вспышка Есть оффбокс Мы ее направляем Не вот прямо в лесу А чуть сверху И уже И просто просто посадить камеру И уже другая картина С этой мощной Замечательно И вот И вы просто их переместите Посмотрите Отлично Смотрите Вот я вам покажу Пока здесь Но потом покажем Посмотрим на экране Уже видно Что это гораздо интереснее Чем со вспышкой Можно было бы снять Просто с камеры Либо чем тот вид Который был без вспышки Это самое простое То, что мы можем сделать Это Обратите внимание Я немного Я не беру прямо Сверху Я использую Чуть-чуть смещаю Вот в сторону Вот так вот Чуть сверху И получается Что свет Он попадает Из вспышки Там внутри ткани Он рассеивается Он падает Отсюда 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 И он равномерно По лицу Распределяется Лучики отсюда Попадают На эту часть Лучики отсюда Туда не попадают Они попадают Здесь Поэтому там Обратите Немного Тень Красивая И вот Экспериментируя Так С разных сторон Вы получаете Совершенно Разную Картинку Я сам Когда первый раз У меня было Похоже Чтобы снимать С одежными Смешками Я купил Два Заташа 20 долларов Взял Свои две Смешки Подключил Их Вышел На улицу Поставил Знакомую Девушку Сделал Смешки И просто Меня прямо Отвернуло Я посмотрел Боже Жесть Какая-то Вообще Все Все появилось Мне вообще Не понравилось Я забыл Что-то Я Стоял Потом Я к этому Вернулся И понял Что у меня Была Ощипка В том Что я Вот так Поставил Все Гоку Под 90 Почти Граф И достаточно Далеко И у нее Такие тени Были жесткие Снимок Смотрелся Некрасиво Неестественно Поэтому Все нюансы В расположении Состочников Света Со временем Тот Кто Начнет Снимать Он Начинает Это Но В принципе Вот Мы сделали Самую простую Вещь Так Уже Люди Можут Снимать Некоторые Калерщики Фотографы Калерщики Фотографы На сварке Они уже Давно Пришли На такие Вещи И они Снимают В помещениях Клубах Место Обычных Они Только Такие Большие Сумфорки Дуглые Формы Кратные Формы Для того Чтобы У людей Смехчить День И создать Красивую Привыкательную Вот Это Самый Простой Применим Пойдем Дальше Пока Мы Снимали Только Портрет В принципе При помощи Малыши Уже Можно Много Сделать Давайте Усложнять Что дальше Можут Такие Возможно У нас Не только Портреты Можем Людей Полный Рост Снимать Тут Уже Появляются Вообще Слышно Меня Без Микрофона Нормально? Хорошо Тут Уже Появляются Дополнительные Приспособления Особенно Это актуально Если Вы Обних Начинаете Снимать У вас Помощников Нет Вам Уже Нужны Какие-то Стойки Это Хорошая Стойка Считается Не Самая Дешевая Самую Дешевую Стойку Вы Можете Купить За 30 Долларов Буш Может За 25 Точно Такого же Она Будет Размера Но Она Будет Сделана Из Недорогого Алюминия У нее Будут Ножки Здесь Пошире В общем Она Будет Работать Но За ней Надо Будет Присматривать То Ее Может Ветром Обракинуть Она Может Сломаться Эта Стойка Дорогая И Ничего Не Случится И У них Есть Еще Такая Штука Защита От Падений Если Вы Отпускаете Воздушный Тормоз Рабатывает Вы Не Поведите Оборудование В общем Смысл Если Вы Много Работаете Много Снимаете И Уделяете Много Времени Именно Процесс Услемки Не Хотите Переживать Разбитых Поломанных Каких-то Вещей Из-за Того Что Повалится Из-за Что Время Отказывает Ну Конечно Со Временем Вам Придется Уделить Внимание Оборудованию Хорошо Это Вариант Побольше Давайте Сразу У нас Временного Есть То Можешь Подойти Снимок Я сейчас Только Поставлю У кого-то Есть Желание Большое Просто Понять Вообще Вот Как Ходить Хорошо Я Сейчас Поставлю Снимок Покажу Давайте Объектик Подкинем Чтобы Вам Добавить Объект Может Вы Уберите Снимок Может Уберите Наверное Нет Нормально Мне Неудобно Снимок А Поддержать Не Знаю Хорошо Я Просто Снимок Потому Что Синхронизаторы Настройки Все Уже Настройки Все Настройки Настройки Обратите Внимание Я подобрал настройки На камере Такие Самое Основное По задним Уклонам Сначала Вы Должны Понять Идею Снимка Который Вы Снимаете На улице Это Важно Потому Что Когда Люди Начинают Они Не Понимают Чего Они Хотят Они Берут Вспышку Берут Прибор Вытаскивают На улицу Начинают Беспорядочно Снимать И Потом Недовольны Результатом Здесь Результат Контролируете Вы Это Не Так Как Со Съемкой В АВ Режиме На улице При Естественном Освещении Здесь Что Хотите То И Творите Поэтому Очень Важно Понять Чего Вы Действительно Хотите Полезно Делать Какие-то Наброски Смотреть Фотографии И Пытаться Повторить Чтобы Понять Самое Главное Вы Сначала Выстраиваете По Фону А Потом Дорисовываете При помощи Света Вашу Модель У меня Здесь По Вот Просто Наверняйте Попробуйте Смотрите В камеру Посмотрите Сверху Ключат Давайте Можно Добавить Даже Не Мощность А Просто Поближе Пододвигая Ближе Вы Добавляете Тоже Мощность Добавляете Мягкости Чем Вы Дальше Удаляете Тем Уже Лучи Разходятся Тем Жестче Становятся Тени При помощи Этого Пригода Давайте Еще Добавим Так Попробуйте Хорошо Так У нас Уже Снова Примечай Норм Фон Стал Тем Я вижу Давайте Ну Все Так Идеально Конечно Видите Если Вы Снимаете Не Одним Когда Есть Кому Помочь Поддержать Свет Поэтому Это Проблема Начнем Снимать Секрет Когда у вас Появился Первый Оборот Снимание Снимать Есть Модели Вы Чуть Не понимаете Как Сравнять Свет Чтобы Научиться Получать Те Суки Которые У вас Действительно Печатают Которые Вам Обознаются Вам Надо Научиться Свет В простонародье Это Называется Световые Схемы Люди Пытаются Понять В Какой Схема Вы Свет Ассистенты Сделают Но Если Вы Снимаете Для Себя Снимаете На улице Вам Конечно Никто Не Выстрелит Вам Нужно Понять Зачем 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 Вот Сейчас Это Была Простая Световая Схема Под Небольшим Углом Чуть Сверху Чуть Сбоку Устанавливается Источник Света Рассеиванный Он Создает Красивые Тени Сейчас Мы ее Немножко Усложним Если Мы Поместим Вот Здесь Под Модель Отражатель Простой То Свет Который Падает И Сон Полсся Отсюда Он От Так Он Отразится Вот Отсюда И Попадет Еще Снизу Под Подбородок И Тогда Получается Вообще Полностью Как Бьюти Снимок Как Реклама Косметики Как Модный Журнал Обложка То Вы Уже Как Снимаете Одним Прибором Но У вас Свет Под С двух Сторон Два И Сточника И Вот Эта Схема Это Самая Популярная Схема В мире Моды В мире Портреты Съемок На Закулись Различных Недель Мод Показов Самых Простых Студиях Она Используется Чаще В Своем Потому Что Используется Своем Используется Работать Проще Человек Не сильно Отвлекается Но Получается Очень Выразительные Снимки Особенно В Женском Портрете Свет Который Отражается Здесь Снизу Сглаживает Все Тени Здесь У Нашей Девушки Молодое Идеальное Лицо Никаких Ни теней Ни морщин Ничего Прослых Но Если Вы Будете Снимать Пожилых Люзей Вот Эти Снимки Например Которые Если Видели В Таймсе Журнале Life Times По-моему Путина Там Сфотографировали Так Красиво Акцент Чисто На Лице Оно Ровно Заполнено Светом Прямо Светится Это Именно Такая Простая Схема Снизу Что-то Светит Не так Сильно Как Сверху И Сверху Что-то Светит И Давайте Сейчас Делаем Снимок И Попробуем Показать Как Это Работает Вообще Так Даже Можно Одному Человеку Снимать Я Часто Дежу На Модных Показах Модели Которых Обреков Как Поисполит Модель Снимает 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 Просто Давайте Выдержать Правящий Свет И Все Вот Все Мы готовы Снимать Просто Улыбаемся Готово Все Сейчас Еще Чуть ниже Опускаем Вот Чуть ниже Еще 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 Да Опуская Ниже Выше Вырегулируете Мощность То Как Снизу Подсвечивается Посмотрите Снимает Снимает Я переключу камеру в JPEG И мы сейчас сразу посмотрим Потому что я много говорю А видите Немного Из того что получается Иди Дальше Хорошо Хорошо Да Вот так Отлично Все Хорошо Давайте посмотрим Просто чтобы понять не было А можно показать Вот Вот Эти фотографии Слово Не Не Нормально Слышно Может здесь Хартридер Есть Слышно Слышно Может здесь Хартридер Есть Слышно Слышно Эти фотографии Не Можем Слышно Можем Слышно Слышно Можем Можем Как мы это снимали, вы видели. В принципе, неплохой результат уже. Закройте, чуть выше. Еще, вот этот вот откройте, пожалуйста. 34,57. Сейчас, я его еще в RAV снял, но по-моему, Mac может в RAV показывать. Видите, здесь тени какие большие. И еще свет, он создает не только сам свет, но он меняет и цвет. То есть у нас здесь просто тени, холодная, кожа коричневатого, красного оттенка. Это просто обычный солнечный цвет, отраженный от земли и листер деревьев. Когда мы и... Откройте последний снимок. На последнем снимке совершенно другой цвет у кожи. И тени по-другому лежат уже. Вот здесь снизу, вот видите, вот эти вот яркие элементы. Это эффект отражения нижнего диска. Можно без него показать фотографию? Чуть-чуть назад. Ну вот эту, давайте 34,68. Это вот девушка снимала на 70,200, по-моему. Здесь нету. Вот один блик в глазах, снизу ничего нету. Тоже неплохо, но все равно вы замечаете, что свет падает с одной стороны. Он ярко выражен. Вот вообще о чем я говорю, то что многие фотографы говорят, и зарубежные, и даже по теории живописи, то, что когда вы используете искусственный свет, самые красивые снимки получаются в тот момент, когда глаз немножко обманывается. Вам непонятно, действительно ли это искусственный свет, либо это вот, когда он не так выражен, он не режет просто по глазам, что вот прямо вспышкой залито, а все острино-темное. То есть, и давайте последнее откроем. Да, да, да. То есть всегда, ну, я, по крайней мере, стараюсь, это... Вы можете любую технику использовать, любого как мнения придерживаться, но многие говорят о том, что классно, когда искусственный свет, он должен быть таким, чтобы он не бросался в глаза то, что он есть. Вот, вы посмотрите на этот снимок, я сразу вижу, что где-то спереди освещено, но глазу кажется, что это просто вот так вот красивое сочетание обстоятельств получалось. Вот, как видите, уже неплохой портрет, просто в парке, если все приобрести недорогое в том же бюргере или заказать на мусс Алиэкспресс, то вы вложите, я думаю, долларов в 150 максимум для комплекта такого освещения, чтобы снимать. А теперь представьте, что вы так можете снимать везде. Вот эта штука, она складывается полностью, все складывается в сумку. Вы можете возить с собой в машине, в метро, можете приезжать своих друзей, сфотографировать детей, вы можете снимать на сером-белом фоне, покрасить дома стены в любой цвет, использовать в ЧБ, и вы получите уже гигантские возможности. Уже только при помощи одной этой схемы можно снимать очень много хороших портретов, и в том числе психологические портреты, то есть не обязательно, чтобы с улыбкой и с чем угодно. Вы можете использовать конвертацию в черно-белый, эффекты пленки. Уже творческие возможности очень большие. Давайте продолжим. Это что касается съемки МИД. Но часто мы же хотим человека целиком сфотографировать. Тут секретов никаких нет, нужен просто прибор побольше. Так, я в машине забыл второй переходник для этого прибора, поэтому давайте, в принципе, нам его немного понадобится. Я сейчас быстро разливусь и его на ее пальце. Задержка небольшая. Я специально заранее ничего не складывал, чтобы вы могли посмотреть, как это действительно происходит, как это работает. То есть, вы когда в студию приходите, кто был там уже знает, там уже приборы сложены все. Вот в таком виде, как вот этот, например, был. На самом деле нет, они вот продаются и хранятся, и вообще вот так вот они выглядят. Это маленький совершенно кусочек, просто ткани специальные, с направляющими. Это все можно сложить в обычную сумку для фотоаппарата. У каждого производителя своя система. Если вы будете покупать недорогое, скорее всего, вы будете покупать что-то на типе байонеттикового. Там такое крупное кольцо. В него тоже вставляются спицы, но немножко по-другому. То, что я сейчас буду собирать, это самый главный инструмент в любой студии. Наверное, один из самых продаваемых в мире приборов для студийных съемок. С такими вещами снимают любые снимки. Там блок, гидлок, любые портреты групповые. Это один из основных инструментов. Это называется круглый софтбокс. По-другому, октагональный софтбокс, потому что в нем 8 углов, здесь 8 спиц, на котором крепится. Или простым языком, это просто называется октабокс. Октабокс чаще всего используется. Если вы придете в студию смарт, например, в Минске, раньше в фотостудию 67, то там всегда на самом большом стенде, на журавле, всегда стоялся октабокс. Я сейчас объясню, почему он такой универсальный и необходимый. Он гораздо больше софтбокса. Его диаметр 150 см. Это тот прибор, который позволяет осветить человека с головы до ног полностью во весь рост, создать на нем мягкие тени и даже сфотографировать несколько человек. То есть, ну, это, собственно, то, чего все фотографы добиваются в своей работе. Давайте, знаете, что... Сколько у нас времени еще есть? Сейчас расскажу. Да, в принципе, 12 минут. Ладно, времени нету, хорошо. Значит, в чем проблема? У меня один из переходников этих сорвалась здесь резьба, и он не фиксирует. Вот, поскольку прибор тяжелый, да, я просто попрошу кого-нибудь, ну, просто подержать. Да, рядом стоять. Этот переходник у меня используют с маленьким софтбоксом. Там такая фиксация не нужна. В принципе, здесь такой же. Мы устанавливаем сюда вспышку. И где наша девушка? Сейчас я объясню самую основную, важную вещь. Есть на YouTube пару роликов, которые объясняют это более грамотно. Ну, тоже люди вопрос. Ну, такой большой, да, что с ним делать, как ему освещать. И обычно они... 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 Так... Так... Для начала... Давайте я сразу покажу... Побольше... Побольше... Ну, если можно... И люди начинают направлять его... И они, значит, прямо центром этого софтбоксом... Целятся прямо в лицо. Ну, под каким-то определенным углом. К чему потом приводит? Это видно потом, если открыть какой-нибудь журнал, где недорогой фотограф снимал, или неопытный. Или вот в метро сейчас повисят снимки. К тому, что в центре у людей лицо и все вверх освещено хорошо, а внизу ноги темные. И поскольку я вам показывал, как яркость влияет на передачу цвета, там и видно прямо, что сверху румяное теплое лицо, а снизу холодные, сине-красные, коричневые ноги. Это происходит потому, что люди неправильно используют октабуксы, вот такие большие приборы. Они их направляют прямо в центр. Естественно, самый большой световой поток попадает вот сюда, а по краям там уже ничего не попадает. Поэтому при помощи него надо работать вот так. Опускать немножко вот так. Давайте я не чуть назад. Вы опускаете так, чтобы линия проходила через источник света, через центр этого прибора, и попадала куда-то сюда. В колене, либо в носке ног. Тогда человек освещается равномерно, с ног до головы. У него не пересвеченное лицо, не темные руки, пены на руках, этого всего ничего не видно. Она все равномерно работает. Это очень важно. Существует несколько классических схем работы с приборами. Одну большую, одну показали на примере маленького прибора. Чуть сбоку, вот здесь, вот не под 45 градусов, чуть меньше, располагается при источнике света. И тогда у нас получается мягкий, приятный портрет. Сейчас вот, и пока. Я обычно при таких съемках просто вот рукой контролирую, чуть-чуть подвожу. И вот я вижу, чтобы он, и да, то же, что я говорил вам про ноги, то, что центр должен направлен быть ниже, ниже колен, вот сюда куда-то, не в центр лица и головы, а в ней. То же самое касается и центральной линии. Она тоже направлена не прямо к человеку, а перед ним. Для того, чтобы слишком много света не уходило позади. Если вы направите его ровно в человека, то вот эта вся половина света, она у вас не будет работать. Она уйдет сюда, и фактически площадь этого прибора уменьшится напополам. Он станет меньше, свет будет не такой мягкий, и снимок получится жесткий. То есть он максимально работает, когда он не направлен полностью на модель, ни вверх, ни вниз. Все, мы сейчас попробуем снять. Поскольку прибор сам больше сам по себе, то мощность при работе с ним нужно корректировать. Мы увеличиваем эти мощности, потому что у него площадь рассеивания гораздо выше. Плюс там внутри еще тоже огромная ткань вот здесь находится. То есть фактически это вот маленький прибор внутри вот этого большого прибора. Их два в одном. Все. Давай, слушай, давай мы тебя попросим, ставь какие-нибудь теперь. Давай, вот так, знай. Ну-ка, не стесняйся. Все, хорошо. Да, просто улыбаемся. Раз, фокусировались, делаем тюрьму. Отлично. Посмотрите, может, сейчас мы не хотим. Неликое, даже, что я не снимал. Тот же эффект, только полный рост. Вы так вот и можете фотографировать одного человека, двух групп людей. Очень круто. Прибор такого размера работает. Вы можете снять мотоцикл, велосипед целый, даже автомобиль. Так у нее сейчас центр тела должен быть освещен больше, чем... Там рефлекс идет от земли, плюс центр все-таки неравномерно распределения. Конечно, потому что если мы равномерно будем, она же вообще плоская будет, ни теней ничего не будет. Нет, я имею в виду, что направлено ей на центр тела, значит, сверху идет край. Понятно, что диаграмма у сутбокса не такая, она все-таки вот такая вот. То есть центр больше всего, плюс рефлекс от земли. У нее сейчас ноги будут освещены больше, чем лицо. От земли здесь почти ничего не попадает. Я говорил, то есть мы направляем вот этот рост, мы не прямо от него направляем, а в сторону, она уходит. Плюс земля, там еще тоже такая история. Здесь, ну, асфальт мы редко снимаем на чисто белом каком. Нет, ну, в данном случае я говорю конкретно в данном случае, у меня сейчас ноги будут сильнее, чем лицо, он услышит. Надо посмотреть. Но если такое происходит, у нас вообще здесь, поскольку человек рукой его держит, он немножко не травит, но лучше его вот так, чтобы он вообще вышел. Вот. То есть он, в принципе, должен быть выше. Сейчас я сразу стараюсь, начну, и сразу, и потом. Нет, сейчас, ну, все равномерно. Если вы что-то сделали не так, это действительно будет заметно, и это важно. То есть это то, о чем я говорил. Когда вы начинаете, вы не на все сразу обращаете внимание. Важно потом снимок рассматривать на компьютере и анализировать, почему так поручилось. То есть то, на чем я заострял внимание, самая первая ошибка, основная людей, это то, что они приборы направляют прямо в центр человека. И потом у них темные ноги, темные руки, они снизу пытаются поднимать. Но когда вы снимаете на улицу, если вы поднимаете в редакторе, например, в вайпере, градиентом, и на кистью рисуете ярко снизу, то у вас и фон тоже ярче становится. И выглядит это не так интересно. Конечно, гораздо правильнее сразу правильно снять, без ошибок. То есть со временем это приходит. Вот это самая простая схема. Для съемки человека в полный рост. Вы ставите прибор, он чуть сбоку от вас. Он может быть позади вас, над вами. То есть стойка позволяет. Его можно поставить прямо позади меня. И тогда получится красивый подъед, как вы смотрели там на экране. Но в полный рост. То есть все будет точно так же освещено. Вы здесь экспериментируете. Времени у нас остается немного. Я вам сейчас ворсирую немножко. Расскажу, что самое классное начинается, когда мы используем уже два прибора. Потому что один это хорошо. Мы можем использовать к нему рефлектор. Можем где-то отразиться. Можем использовать под разными углами. Но все равно получается, что если анализировать потом снимки, полученные одним прибором, ничто не светит сзади, кроме вашего фона. И фон сзади такой же яркости, которую он придает. Нет контура у объекта. Чтобы получить действительно вау, такой классный снимок, вам нужно еще вашему объекту придать какие-то контуры. И для этого вы можете использовать уже второй дополнительный прибор. Он располагается сзади обычно. Он может располагаться сверху. Если это драматизм какой-то придать, можете сверху вот так расположить. Можете расположить только с одной стороны, если это какой-то психологический портрет, а там вам начнет темно. Но обычно его располагают сзади. И опять же, он светит не прямо в центр спины, а вот чуть в эту сторону. Чтобы и это плечо, и это плечо по возможности были одинаково освещены. Так, поскольку я забыл одно кольцо в машине, и мы используем второй салтбокс разобрал, то я вместо второго прибора использую тарелку. Я про нее сейчас расскажу попозже. Но суть, что она не совсем для таких вещей предназначена, но сгодится. У нее другое предназначение. Но сейчас она нам отлично подойдет. Все работает. Работать очень просто. Все тут можно изменивировать, ходить никуда не надо. Все работает. Еще раз говорю, это не какие-то космические технологии. Реально, вы можете купить на онлайн или на барахолке. Раньше можно было купить и в интернете самому заказать. Правильно. Сейчас я буду снимать до пояса. Вот до сюда. Просто мы сейчас сделаем максимально интересный снимок, насколько мы можем данное условие снять. Просто показать вам возможность. Я располагаюсь так, чтобы он в кадр не попадал. Сзади. И просто на фоне барка. А можно волосы чуть-чуть оттенять? Хорошо. Поворачивайся чуть-чуть. Да. Наоборот. Вот сюда руки. Можно пояс поварить. Еще, еще, еще. Наоборот. Наоборот. В другую сторону. Да. Вот так. Да. Вот так. Все. Давай. Просто ты такая зловая, красивая. Становись. Вот. Хорошо. Отлично. Чуть выше подбородок. Супер. Готово. Так. Ну почти сейчас. Наверное, вот эти еще появятся. Снимаем. Чуть выше. Я думаю, что банки не подключаем. Хорошо. Давайте посмотрим. Подождите. Давайте перегрежно еще посмотрим. Сделаем групповой снимок. Можно еще. Вот кто хочет вдвоем или вдвоем сфотографироваться с ребенком? А кто с ребенком пришел? Я. Давайте берите ребенка и мы у нас вдвоем сфотографируем. Я просто покажу, то есть, ну, почему он именно большой, что почему-то надо расстояние сюда. Отнесли подальше прибор, значит, надо мощность увеличить. Потому что расстояние увеличивается. Да. Хорошо. Хорошо. Можете ставить на одну линию. Так. Вот так. Хорошо. Смотри сюда. Вот. Цвет, опять же, не прямо на них. Все. Мы можем сделать даже обычный горизонтальный снимок. Посмотри в камеру сюда сейчас. Хорошо. Хорошо. Добавим воздух. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Поскольку я снимаю сейчас горизонтально, мне ноги не надо. Ну, все, отлично. Надо еще один единственное, что давайте еще мягче. Готово. Спасибо. Сейчас я покажу. Еще раз. Как это работает? Досъет из центра рассеивается от всех краев. Когда вы стоите здесь сбоку, самый яркий свет идет отсюда. Вот эта сторона лица у меня более яркая. Остатки света, отраженные от стенок там внутри, отраженные вот отсюда, проходят сюда, в эту стенку. И постепенно мощность по всему лесу проходит и западает к этой стороне. Получается эффект, как будто это вот, вы стоите внутри окна. Реально очень красиво. Прямо как картина. Поэтому все практические фотографии, где позируют модели, позируют полный рост, снимают платья, сделаны при помощи таких приборов, либо даже иногда побольше. Есть еще более большие зонты, там, 180 мм сантиметров. Даже могут быть, ну, 2,5 мм. Пока я уберу, давайте на немце посмотрим. А у вас интернет здесь есть, в этом гамбе же есть. Так. Ну, вот получилось, что получилось. Маленьким прибором у вас такого не получится. Значит, второй прибор, который у нас здесь стоит, он создал ореол вот этот, немножко отделил. Здесь он грубован. Когда есть время, вы, конечно, снимаете, подбираете. Я бы сделал его чуть меньше. И по возможности вообще, ну, если бы снимал в студии, оставил бы сверху, чтобы он и вот сюда тоже попал нормально, на девушке. Но все равно понятно, для чего он. Посмотрите, здесь как классно лицо у девушки освещено. Вот если можно увеличить эту часть девочки, маленькой. Посмотрите на качество освещения. То есть, представьте, если вырезать вообще всю эту зелень, либо сейчас обработать в реакторе, чуть-чуть утеплить кожу, то это практически, ну, как на картине выглядит. Вот, очень, то есть, простые методики. Сворачиваем. Тени есть, но они не жесткие, они мягкие. И то же самое и на одежде. Можно вниз опустить чуть-чуть? Одежда. Все выглядит довольно привлекательно. Посмотрите, вот Никон этот как выглядит. Он как на рекламном снимке уже выглядит здесь практически. То есть, тени легли очень неплохо. Это те творческие возможности, которые дают использование искусственного света. То есть, ну, ради чего вообще всем этим и заморачиваешься. Давайте посмотрим, какие там еще снимки есть интересные. Вы девушку снимали, полный рост. Нет, нет, нет. Короче, девушку мы... Нет. А, да? Вот, вот, откройте вот это, да. Вот это первый снимок, который сделал с отбоксом полный рост. Здесь ноги немножко темнее, но не сильно уже. И посмотрите, вот увеличьте лицо. Как хорошо тоже на лице, как волосы выглядят. То есть, уже очень приятно. Это без всякой обработки. То есть, дальше вы можете в редакторе еще добавлять. Вы можете светлое делать, светлым рисуя, там, кистью, масками создавая. Углублять тени, какие-то убирать цвета. То есть, ну, свобода очень большая в обработке таких фотографий. Нет никаких невыбитых деталей, ничего. Все, убираем тогда. И давайте посмотрим вот этот. ТВВ3488. Это снимок, где мы добавили второй источник света. Он попадает на волосы и чуть-чуть очень красиво попадает здесь на лицо. Я думаю, вы часто видели, рассматривали какие-то фотографии, модели или где-нибудь. У них скулы таким образом подчеркиваются. То есть, дополнительный источник дает нам еще больше инструментов для скульптуринга. Лиз форум. Здесь очень хорошо мне нравится. Вот этот глик, вот это все упало. Она уже отделена от фона. То есть, мы ее сначала сняли. И вообще, принцип... Простите, я уже забиваюсь. То, о чем я говорил в самом начале. Как строятся фотографии. Сначала вы выбираете фон. Настраиваете настройки камеры по этому фону. Потом думаете, кого вы будете снимать. Исходя из этого, вы подсвечиваете этот объект. Так, как вам нужно. И потом уже украшаете, смотрите, что можно выкушить. То есть, здесь у нас последовательно три плана получается. Фон отрезается задним источником. Объект съемки от фона выделяется. И уже основной источник света со стороны его как-то рисовывает. Ну, вот это вот... Самое такое основное, что я хотел показать. И чем вас заинтересовать хотел. Давайте, времени мало, давайте по вопросам пройдемся. Вы можете поспрашивать. Любые темы вообще. Никаких секретов сегодня, нет? Вам интересно вообще? Понравилось? Да. Понравилось. Плэшку? Да, не, не, давайте плэшку сейчас. Вы сейчас не забыть, я вам пишу. Не бойтесь. Так, ну давайте я туда выйду. Наверное, удобнее будет. И так, давайте подытожим. Если кто-то, например, улег с фотографией, понимает, что ему уже обычного длинного света недостаток. У вас видимо появятся сплошные идеи. Вы смотрите картины, смотрите на фотографии известных фотографов и не понимаете, как они сделаны. То значит вы уже идете глубже дальше. Вам интересно именно развитие с использованием каких-то света. Базовые принципы, то есть я показал, как это все работает. Вот эти все приборы, которыми я пользуюсь, вы встретите в обычной студии. Но сегодняшняя лекция у нас была отличалась тем, что мы ничего не подключали в рассе. Мы не протягиваем никаких проводов, ни генераторов, ничего не было. У нас работали маленькие вспышки здесь. И как вы видите, даже днем, хоть и в тени, то есть, ну, не так это будет успешно пытаться сделать на ярком солнечном свете. Он будет мощнее, чем эти вспышки. Но в тени вы получаете полную свободу. Вы можете снимать на закате, на восходе, даже в полдень, в принципе, можете использовать обычную вспышку или две. Их можно две поставить в пользу, и одновременно, чтобы они работали, удвоить мощно. И как видите, малой кровью, что особенно актуально для молодых фотографов, для начинающих, для фотографов, которые не занимаются фотографией профессионально, а для них это их по жизни увлечение, их творчество. И они выставляются где-то, они не получают гонорары, заработают. И поэтому, естественно, тяжело вкладывать огромные суммы денег, чтобы оборудовать свою собственную студию, либо арендовать каждый раз ассистента и технику в студию. Для них вот такой вот выход идеальный. И люди по всему миру начали этим пользоваться, эти технологии растут. И со временем уже сейчас студийные приборы, все фирмы выпустили варианты на батарейках. Они стоят, конечно, больших денег, но все к тому и идет. Вот, все, чтобы дать как-то людям больше творчества и свободы. Вот так это все работает. То есть, вы можете купить обычный софтбокс, обычный октабокс, пару стоек, пару вспышек. Если вы все купите, это китайская, под Bionet Bowens, купите здесь даже в Нинске, вы потратите максимум 500 долларов на все. И сможете работать, делать такие же снимки, как мы сейчас. Единственное то, что, ну, оно не такое будет крепкое. Хотя я даже и это успел доломать уже одну штуку. Давайте вопросы какие-нибудь еще. Конкретно это крепление называется Speed Ring. Кольцо Adring и Speed, потому что обычно вспышки у Nikon и у Canon называются Speed Life. Это классическая гривенатура, поэтому практически переходное кольцо для вспышек. Сразу скажу, что вариантов этих колец очень много. У каждого производителя есть свои. Но если на бюджете, то лучше всего покупать китайские переходники под определенные системы вот этих вот насадок. Таких систем много. Прокота, Bowens, Chimera, там на западе где-то. У нас в основном используются Bowens, Elechrome, BNR. Вы при... Можно заказываться в Китае, а то, что из Китая заказываются? Да, можете заказываться в Китае. То, что когда я первый раз покупал, когда я первый раз начал осваивать вспышки, я пришел в торговый дом на Немиде. Но это не реклама, да, просто там у них все было на брелавке. И я у них сразу на месте за 500 долларов накупил все. У них все было. Они все это привозят из Китая, естественно, потом дороже продают. Раньше, когда значений не было, потом снова было заказывать. Да, но когда вы заказываете сами, вы не знаете часто, что вам нужно. То есть перед тем, как что-то самим заказывать, я очень рекомендую прийти в магазин и посмотреть, пощупать руками, разобраться, как что работает. Потому что моделей много, разные могут отличаться. Где-то что-то не подойдет, у вас потом зависит, вы не будете знать, что с этим делать, и не поймете, какой вам нужен комплект. Вот. Вкратце, быстро могу еще рассказать про эту штуку. Для ощупь, прошу прощения. Ну ладно, это тоже самое, только немножко другое. Да, это самое, конечно. На самом деле, большое спасибо, Данил. Вы подписывайтесь на Данила Анохина в Facebook и держите как бы его прицель. Он будет читать лекции, скорее всего. Ну, когда будет премия позвать. Да, да, да. То есть это все, можно будет прослушать такой курс, правильно? Значит, насчет курса, я не знаю, пока будет у меня свой курс. Потому что я все-таки практик больше, и я больше снимаю, чем преподаю. Но фотошкола номер один, это мои друзья хорошие в жизни, как бы и коллеги. Поэтому, естественно, если у вас какие-то есть вопросы, вы можете отправляться к ним смело. И там, кроме меня, есть два фотографа, которые вам это все расскажут. Да, у меня есть такие. Кроме того, возможно, я буду проводить съемки выездные. Мы будем снимать с реальными моделями в реальных условиях, на улице, зимой. Там очень неважно. И будем анонсировать это через FSH1. И я думаю, что раз в месяц такие съемки будут проходить. Вот. Ребята помогут, скажут, там, как это все организовать. То есть заплатно, за сколько, сколько человек участия, когда и где. И вы следите. Возможно, такое будет. Там вы увидите реально рабочий процесс. Ну, на съемочной площадке, вот как снимают настоящие проекты. Журналы. То есть основной упор у меня только на практику. Все. Ну, больше получается, по-английски, или больше в практике? Я много лет снимал коммерческие заказы для компании, поэтому меня просили все подряд снимать. Я снимал автомобили, снимал... Иду я, пожалуй, мало снимал. Вот сейчас, последние три года, я в основном снимаю портреты. Это деловые портреты различных там топ-менеджеров. То есть, используя этот цвет, я просто приезжаю к людям на офис, мы ставим фоны, которые нужны, и красиво снимаем. Последние два года у меня уход в моду фэшн. Это лукбуки для производителей одежды и спортсменов снимаем много. Сейчас вот последние съемки были Домрычевые для магазина, снимали полностью шмотки ее. Снимали сейчас вот битборды волейбольный клуб Смоки Минск, ой, баскетбольный волейбольный клуб Минск. По портретам докладывался. Ну да, можете рассказать. Но я хочу сказать, что пластические портреты это не основное. Мое, мне больше нравится, где есть какая-то динамика. Вот, и я учусь, постоянно сам развиваюсь и двигаюсь в вторую моду. И как это все время развивается? Ну да, иначе как бы не так. Спасибо большое вам, спасибо большое. Это вопросы, может кто-то вопрос какой-то задает. Если у вас есть вопросы, давайте просто, чтобы график не сбивался. Вы можете подойти сейчас ко мне, пока я складываюсь, посмотреть, пощупать конкретно руками все это, ну, сотрудничество это работает. Даниил, у нас есть вопрос. У нас есть вопрос. Спасибо за лекцию. Отличный материал. Это нормально вообще получилось? Да, хорошо. Я, кстати, это вот про саутбокс я херачил в лоб, я не знал. Вот, но вопрос в чем? А фанера или ДСП? Для фона что ли? Фанера, короче. Для шкафа. Фанера. Да ладно. Фанера выделяет всякие вредные, короче. А, да-да. Надо смотреть, какой класс фанеры. Ты когда спросил пару вопросов, вы переклинулись и немножко... Ты, короче, сможешь скинуть JPEG, я в видосах вставлю, типа, что у тебя получалось, потом все... Хорошо, давай. Но я сейчас прямо улетаю на речку купаться и смогу это в понедельник сделать или сегодня надо сделать? Ну, бля, у меня в машине флешка есть, но здесь все ноут с собой есть, то можно... Нет, ноут есть у этих ребят. А у меня машина на Первомайской. Блин. Просто я бы все... Ну, флешку могли бы запилить. Давай я домой заскочу и сброшу сегодня. Давай, ты же придешь, я сейчас поеду. Без обработки без ничего. Не, не надо, тут... Чисто-чисто финальный. Спасибо вам большое. И я тоже вам тогда ссылку пришлю. В смысле, куда скинете? Добавьте меня в соцсеть куда-нибудь, напишите, я вам в ресурсии с импульс. Просто мне сейчас в Воложне надо лететь. В ВКонтакте есть? Да, да. Еще можно? Конечно. Какими объективами снимаете все это? Ну, портретный диапазон в основном используется. Хотя, если честно, я с широким. Сейчас у меня 16-35, 50, 100 мм макро и 70-200. Основные два объектива, которыми снимаю, 50 и 100. А какой универсальный диапазон? Вообще, многие фотографы, которые фэшн снимают. И то, что я смотрю на бэкстейджах, сейчас с появлением нового объектива 24-70, второй версии, снимают на него. Элькой, да? Да. Энни Лейбовец, почти все фотографы западные, которые снимают. Ну, цена кусается. Потому что, ну, сейчас в Минске, я насколько знаю, можно за 1600 его приобрести. Вроде бы, 1700. В принципе, дешевле, чем в Штатах даже. Почему на него? Потому что он универсальный, трансфокацию. Очень удобно работать даже в студии в той же. А 24-105 похуже? 24-105 объектив более универсальный, но у него не такая диафрагма открытая. То есть, сейчас в моде съемки с открытой диафрагмой, даже в студии многое снимают. Особенно вот эти источники света позволяют это на улице делать. Поэтому, если есть 2.8, ну, конечно, люди, которые снимают много, там эта разница в деньгах для них несущественная, они берут. Плюс 24-72, он очень качественный, сам по себе. Ясно, спасибо. Я использую 50 миллиметров и 100 миллиметров, потому что и 50, и 100, они тоже прекрасное разрешение. И 100-2.8, да? Да, причем обычный, не L-версия, а обычный 2.8 USM. Я его купил за 300 долларов 5 лет назад. Он до сих пор лучший, самый резкий и самый высокоразрешаемый объектив из всех, что у меня есть. А 51.8 это? Не снимал на него никогда. У меня был 51.4 долгое время, никаких претензий к нему нету, но 1.2 вот появилась возможность. Я купил, он мне больше не нравится.